привет всем тема сегодняшнего гадания его мысли чувства и намерение к вам сегодня именно на тот момент когда вы нашли мое видео и тот срок который вы загадали как он к вам относится что он будет делать дальше я буду делать два предсказания первое будет на картах таро а второе на картах таро ленорман вторая колода пока подождет я хочу сказать что я советую смотреть все видео и выбрать для себя именно те моменты чтения которые будут вам помогать которые будут вам полезны поскольку это общий расклад вы сами выбираете то что вы считаете вам нужно услышать именно сейчас чтобы сделать так чтобы вы были счастливы это вся идея моих общих раскладов такая итак давайте будем начинать дорогие это тоже своеобразное погружение в себя поэтому настроитесь на приятное время и ваш организм тот только тогда начинает находить дорогу к лучшей жизни когда вам приятно поэтому просто успокойтесь и давайте будем пробовать смотреть что же он чувствует к вам именно сейчас я смотрю только прямое положение что же он чувствует прямо именно сейчас к вам но самое главное что он чувствует к вам любовь это король чаш он чувствует к вам любовь он горит пылает любовью для него вы это воплощение любви его действительно к вам тянет он изменится в своем сердце и станет более открытый к вам поскольку это король чаш тот который показывает чувство его отношение к вам очень серьезное и можно даже сказать домашнее он хотел бы иметь с вами семейные отношения по этой карте это очень хорошая карта я не знаю как можно сказать что король чаш это плохая карта чаши 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 это любовь а король это высокая карта он рыцарь любви о котором вы спрашиваете может быть он еще не нашел как любить вас или не нашел вообще как себя вести в любви может он новичок в этом может у него было такое раф грубое воспитание и он еще не знает как любить но он король любви у него есть весь потенциал чтобы быть вашим королем любви это сто процентов он настроен на то чтобы развивать с вами отношения он заинтересован в этом а если вы вообще не имеете отношения пока вы встретите такого мужчину вам по судьбе встретить свою любовь король любви это король чаш он деликатный он умеет любить он умеет посвятить свое сердце любимому человеку между вами любовь да у него есть кое-какие иллюзии эти иллюзии это негативные программы мы навязаны в результате жизни детства или родовых каких каких-то программ безусловно безусловно он боится он боится потерпеть фиаско может в постели может он боится всевозможных обид которые были в его жизни отвержение всевозможных здесь семь страшных таких а эпизода в его жизни которые могут его пугать да его пугает многое пугает чувство что может быть он будет не свободен в отношениях или еще что то у него есть иллюзии у него есть иллюзии но тем не менее он рыцарь желаний и он король любви король любви это замечательный король не естественно король любви перевернутый будет негативный тот кто не умеет любить но я ведь дала задание мем-картам что я смотрю сегодня прямые положения он желает вас он стремится к вам он горит страстью его мысли о вас сейчас только положительные об этом эти карты он обязательно появится еще если он пропал где-то между вами обязательно будут чувства вы его чем-то зацепили вы где-то зажгли какую-то искру в его сердце как-то прорезонировало то что для него женский идеал с тем что он увидел и почувствовал вас и он будет к этому стремится стремится чтобы встретиться с вами если же он молчит о своих чувствах если же он молчит о своих чувствах он думает он раздумывает он мечтает о вас он не умеет это все сказать не всякий человек умеет рассказать о своих чувствах он вообще не приучен говорить о чувствах он конечно хотел бы быть свободным у него есть иллюзия что любая женщина она делает мужчину не свободны мужчина это свобода женщина это домашний уют это все предрассудки это все когда притягивали за уши законы вселенной и и не я не мужское женское и делали нас людей как бы представители с представителями чисто женской либо чисто мужской энергии такого не бывает поэтому вот эти предрассудки и неправильное норовоучение где-нибудь сейчас полно такого всего есть сделали его ум узким и он хотел бы свободы он думает что женщина делает мужчину не свободны на самом деле это не так но он-то об этом не знает поэтому у него есть кое-какие иллюзии естественно но в общей своей сложности все идет прекрасно и он хотел бы с вами с вами встречи хотел бы подарить вам свое сердце наверное видно здесь хотел бы подарить вам свое сердце вот эта карта вышла я ее возьму он тоже хотел бы уйти от каких-то забот почему-то ему тоже внушили что мужчина должен о женщине заботиться и он боится что когда он пообещает женщине серьезные отношения у него появится куча забот каких-то не при непреодолимых трудностей это опять же внушаемая ему клише всяких зависимых отношений которыми может быть страдали его родители и навязали ему эту программу он то знает что вы ему по судьбе он то знает что у него есть чувство к вам он то знает что вы ему по судьбе он чувствует свое тело он чувствует свою мужскую страсть он чувствует что он никак не может без вас он никак не может без вас но тем не менее навязанные программы срабатывают играют свою роль итак вопрос какие же у него намерения он хотел бы начинать все сначала он хотел бы чтобы то что он когда-то вам сказал ушло в никуда в небытие он настроен сегодня начинается с вами чистого листа это карта огромной надежды увидите как там сходит солнце и точно такие же две башни которые на карте луна но там была узкая дорога и ничего не было видно а здесь сходит новая заря новое солнце он надеется что все будет по-другому теперь и в ближайшее будущее он обязательно даст о себе знать еще раз возьму карту еще одну и она говорит что он хотел бы оставить в прошлом все эти страдания все все это недопонимание всю эту трагедию которая уже была или между вами или у него в жизни до вас он хотел бы оставить это позади ему очень хотелось бы все начинать с нового листа он знает точно что будет успех потому что он чувствует в сердце любовь к вам и если вы мне скажет спросите меня какие же его намерения на самом деле желает ли он встречи с вами абсолютно абсолютно он желает с вами встречи он знает что есть смысл продолжать эти отношения это то что он сейчас хотел бы сказать вам потому что любое мое предсказание это все о нем здесь происходит вызов мужчины вызов его высшего я чтобы узнать четко и точно о чем он молчит что она не делает что он мог бы сделать и если то что он мог бы сделать станет реальностью тогда будет вот это в моих руках всегда карты как бы продолжает мое предложение вы уже знаете это уже не раз вы были свидетелями этого это двойка чаш это самая лучшая карта в колоде когда касается отношений сам всевышний творец благословляет ваш союз вашу пару есть абсолютное доверие друг другу нет никаких темных углов недосказанности недопонимания все открыто и вы открыты ваше сердце открыто и он открыт его сердце а символ гермеса это две переплетающиеся змеи говорит о оздоровлении ваших отношений что будет мир будет союз будут здоровые отношения будет исцеление любого конфликта ангел бога дает исцеление любого конфликта здесь перед вами арел это лев бога так зовут этого ангела он благословляет ваш союз и вот так будет наверняка вашей паре совершенно замечательный расклад я его подытожу для вас его намерение чтобы было так эта карта программирования вас на счастье его страхи что будет немного недопонимания он знает что они все совпадает и вы это знаете и нет на свете такой пара где бы совпадало все но главное что у него есть к вам страсть и у вас есть страсть к нему главное что и вы и он хотели бы чтобы все получилось самым лучшим образом главное что в его сердце есть любовь лишь только мы надеемся что он поймет что жизнь с вами это не не воля а наоборот это освобождение он желает этого освобождения он выжидает потому что не уверен что будет свобода но свобода настоящие отношения он с удовольствием бы все началось чистого листа и он будет начинать все чистого листа все должно выправиться пойти все правильно своим чередом к совершенному счастью и взаимопониманию карта очень красивая я их показываю поэт потому что такой мой стиль я знаю точно что карты это как иконы и хорошие и разные карты могут сделать очень многое особенно плохие карты могут вылечить потому что плохие карты это самые сильные целители но последняя карта в этом раскладе было двойка чаш так что его намерение чтобы у вас был брак союз счастье взаимопонимание сейчас мы посмотрим еще на тароле норман а вы послушайте и определитесь какие из тех слов что мне открылись могут открыть к вам вам дорогу к счастью и взаимопониманию с ним его чувства намерения и так далее самое светлое самое лучшее он точно знает что вы тот единственный человек тот единственный суженый или суженная посланное самой вселенной для счастья он это точно знает в глубине души он уверен в этом полностью тройка жезлов это тоже карта тогда когда происходит слияние мужчины и женщины получается их творчество то есть ребенок это нумерология тройки карта творческая да потому что три это один плюс один плюс еще один то есть мужчина женщина плюс их творение он надеется что будет у вас семья чего можно желать лучшего он знает что вы женщина способная создать уют в доме вы тоже способны быть бизнес фуман вы способны зарабатывать вы способны тоже быть жить скромно ведь самые богатые люди в мире они живут скромно их не видно они спокойные скромные люди самые богатые люди которые живут в богатых странах самые богатые их не видно они не яркие, они не прыгают по магазинам, чтобы купить что-то, чтобы кого-то впечатлить. И вы такая. У вас в руках Пентакль, а это ваше сокровище с ним. То есть ценности ваши одинаковые, похожи. И вы, и он — это люди, которые не кищатся ничем, живут спокойно, в достатке, и никому нет дела до этого. Это только между вами. Так себя ведут по-настоящему богатые люди. Он уже сейчас пишет вам письмо. И сейчас хотел бы рассказать всё о своих чувствах. Он уже сейчас хотел бы открыть свою душу. Это очень хорошая карта. Это карта надежды. Вы получите именно то письмо, которого вы ожидаете давно. Он, мужчина, очень требовательный. Он может быть жёстким. Он может защищать свои права. Он ни в коем случае не хотел бы защищать свои права перед вами. Он может защищать права семьи. Он благородный человек. И так по-напрасну своим мечом он размахивать не будет в его руках. Меч – это меч справедливости, чтобы не было войны и был только мир. У него меч в правой руке. Это говорит о том, что его дело правое. Он благороден, у него корона на голове. Говорит о том, что он достоин похваления. Он достоин доблести. Он благородный человек. Он будет защищать интересы своей семьи. Всегда. Однако он тоже может быть жёстким. Но он ответственный. Все ответственные люди, они обладают своеобразной жестокостью. Эта карта говорит, что вы для него красавица. Вы для него такая жар-птица, богиня. Он вас считает немного легкомысленной. Немного капризной. Он считает, что у вас есть иллюзии по отношению к жизни. И особенно по отношению к нему. Он бизнесмен. А это значит, что не потому, что он влюблён в своё дело и так далее. Просто любой человек, который серьёзно занят бизнесом, он не может отвлекаться на другие темы. Ведь заработать деньги очень и очень сложно. Он хотел бы сейчас вам сказать, что такова его миссия. И упрекать его в том, что он занят всегда. Немножко жестоко он говорит. Поскольку если бы вы знали, как тяжело иметь бизнес, какая ответственность на плечах. У него меч на плече, а это ответственность. У него большая ответственность на его плечах. Huge responsibilities. Большая ответственность. Huge responsibilities. Может, у него своё предприятие. И он ответственен за других людей. Может быть, он просто много работает, потому что он в такой сфере, где нужно много работать. Иначе ты вылетишь просто из этого бизнеса. Нужно много работать. Он хотел бы вам это сказать. Всё. Он хотел бы сказать, что были времена, когда он был молод и горяч, и размахивал своим мечом по ненадобности. Когда его левая рука здесь представляет собой его бахвальство и выставленная правая нога говорит, что он готов действовать перед тем, как думает. А это было в прошлом. Теперь он не таков. Теперь он уже зрелый человек, который отвечает за свои поступки, берёт на себя ответственность. Но он очень занят. Наверное, суховат, потому что очень занят. Не то, что ему не до эмоций, он не умеет чувствовать, ему просто некогда. Он занят другими делами. Просто человек посвятил себя другим делам. И это не характеризует его как плохого человека, просто он другой. Эти карты вышли сами, и их целых пять. Поэтому я буду рассматривать целых пять. То, что вы встретились, это большая удача для вас. Всё должно получиться хорошо. У вас есть шанс начинать сначала. Это Туз Чаш, это очень хорошая карта. начало любви. Если у вас нет любимого человека, эти две карты говорят, что вы скоро найдёте свою самую настоящую любовь. Колесо Фортуны и Туз Чаш. В скором времени у вас будет самая настоящая любовь. Радость, любовь, и всё получится так, как вы пожелаете. Ну, конечно, восьмёрка Пентакли очень хорошая карта. И карта коса здесь такая урожайная. Говорит о том, что время пришло вам себя проявлять. Нельзя сидеть больше в тени. Нужно себя проявлять. Заявить, чего вы хотите в отношениях. Не требовать, а просто заявить с достоинством. Я хочу этого и этого. ещё две прекрасные карты вышли. сразу вам их покажу. Обе это карта семёрка Пентакли. Хорошая карта, но тоже карта Дьявол. Давайте поговорим о карте Дьявол здесь в сочетании с семёркой Пентакли. Что же это может значить? Вы упрекаете, что он вам мало уделяет внимания. Вы упрекаете, что он вас меньше любит, чем например, своё дело или свою мать, или свою семью, скорее всего, или своих друзей. На самом деле так и есть. Он уделяет меньше времени вам, чем всем этим другим частям своей жизни. Но это не значит, что он вас любит меньше. Это значит, что перед тем, как вы появились, у него в жизни были другие интересы. Ему очень сложно так вот ни с того ни с сего буквально всего посвятить вам. Он что-то ваш каприз. На самом деле это не ваш каприз. Потому что вы ведь всю себя ему посвятили и вы ожидаете от него того же. Но факт остается фактом. Мы не можем просто ожидать от других того, чего они не могут нам дать. Он не может вам сейчас это дать в будущем. Не знаю, посмотрим, карта следующая покажет. Но именно сейчас он делит вас работа, его увлечения, его друзья, его большая семья. Вот это все может мешать вашему взаимопониманию. И он делает это не назло, не специально, а лишь только потому, что вот так он привык жить. И для него было бы сложно просто сразу себя поломать. Он не сможет, да и никто не сможет. Он вами по этому раскладу очень дорожит, но вместе с тем по этому раскладу ему очень сложно себя поменять, ведь вам же тоже сложно это сделать, правда? То есть мы не имеем права ожидать от других то, чего не можем сделать сами. Эта карта скажет, а будут ли когда-то такие времена, что он полностью себя посвятит вам и оставит все свои другие увлечения. Это карта шут. в общем-то она не говорит, что это произойдет. Скорее всего, эта карта наоборот говорит, что он все-таки оставит за собой право идти своей дорогой, выбирает, чем заниматься сегодня и завтра ему самому. не то, чтобы он не считался с вами, нет, он не делает назло, эта карта еще говорит, карта шут, она никогда не показывает, что кто-то делает что-то назло или специально по отношению к другому. Карта шут показывает человека, который просто хотел бы наслаждаться жизнью без всяких рамок, претензий и рамки он не хотел бы. хотя у вас есть полное право ему выставлять претензии абсолютно, но он не хотел бы, чтобы это было. Если между вами есть натянутые отношения, это лишь только потому, что у вас есть разный подход и понимание семейной жизни. Пройдет время, и вы как-то притретесь друг к другу, если вы пожелаете продолжать быть вместе. Это очень хорошая карта. это не карта треугольника, ни в коем случае. Это карта чаш. Чаши это любовь, а тройка это творческая любовь. Это когда есть взаимопонимание и есть муза, то есть есть творческое решение вашей проблемы. проблемы. Каково же здесь творческое решение проблемы? Он со своим желанием быть без рамок, без обязанностей. У него, кстати, обязанностей слишком много, поэтому он хотел бы сбросить некоторый груз обязанностей со своих плеч. Это просто естественно для человека, у которого столько ответственности. Он хотел бы, может быть, какой-то груз ответственности перенести на ваши плечи. Готовы ли вы принять это? Он может, хотел бы освободиться и почувствовать себя счастливым, вольной птицей такой, баловень судьбы, но самое главное, что он не оставил мысль, что вы и он это одно целое, вы и он способны создать союз, который приведет вас к любви, взаимопониманию и счастью. И он, и вы способны на это. И это обязательно произойдет по этим двум картам. Наверное, я бы хотела сказать вам самое главное, что карта шут, она может помочь вам вернуть его назад, если вы где-то растеряли друг друга. ведь карта шут показывает позиция была, как он хочет себя чувствовать. И если вы сама возьмете эту карту себе и будете его зеркалить и попробуете так вот сама себя чувствовать, во-первых, вы окажете себе неоценимую услугу, вы станете сама свободной от каких-то завышенных требований к себе прежде всего, и потом к нему у вас к себе тоже очень завышенные требования, особенно касающиеся материальной сферы и сферы ценностей. Некоторые его ценности человеческие вам чужды. Но если вы позволите себе быть свободной от предрассудков, он будет у ваших ног моментально. Моментально будет у ваших ног много троек здесь. Тройки это очень хорошие творческие карты. Они говорят, что между вами есть потенциал, возможность быть счастливой паре. Между вами есть этот потенциал. Поэтому расклад очень оптимистичный. Ну вот такой вышел расклад, я очень рада. Надеюсь, вам была подсказка, это то, к чему я стремлюсь. И даже если вы посмотрите это видео другой раз, второй раз, когда-нибудь еще, вы увидите новые грани, вы услышите мои другие слова, которые вам помогут выйти из той или другой запутанной ситуации в вашей жизни. Желаю всем счастья. Ставьте, пожалуйста, лайк, если я вам помогла даже одним словом. Приходите еще, подписывайтесь на канал, поскольку у нас здесь все только для того, чтобы вы для себя создали специальную программу счастья. И я здесь ваш проводник. Я увижусь с вами на моих следующих видео. Пока.